здравствуйте дорогие друзья сейчас вступая вот неделю перед рошашана перед днем когда всему сущему будет вынесен приговор а я хочу напомнить что единственный день которым сказано что при выносится приговор и людям и странам это рошашана то есть так и написано каждой стране будет вынесен приговор на следующий год важно это для нас но конечно важно это жизненно важно поэтому в преддверии вот это вот недели когда в общем-то каждому надо разобрать свои дела построить план на будущее надо понять еще то что говорили наши мудрецы этот мир коридор в котором каждая душа точнее каждой душе отведено абсолютно то что и нужно для исправления и для прохода по этому коридору с максимальной эффективностью небо не ошибается мы рождаемся в той семье с такими задатками с такими как вот точно как нам надо для того чтобы идеально пройти с нашей задачей мира конечно хотелось бы кому-то быть выше кому-то худее кому-то там богаче и так далее написано что это от другой стороны от бога то что есть и вот секреты проблема всего написано что быть довольным тем что у тебя есть написано счастлив человек те только тот и богат что то который рад тому что имеет сегодня мы приходим в этот мир быть счастливыми тем что какой ситуации находимся вот это это испытание и как бы спасение а что требуется человеку для счастья одному деньги другому призвание третьем успех некоторые вообще хотят спокойной жизни один философ сказал что счастье это когда ты знаешь что в мире есть важные вещи которым ты имеешь отношения о чем это вы наверное заметили что обычно религиозные люди счастливее неверующих тот кто верит бога знает что жизнь осмысленно у каждой вещи есть цели ни одно событие случайно не проходит даже если мы не понимаем подоплеку его вообще верующий чек в идеале серьезно относится к жизни ибо в каждом нюансе он видит смысл что-то произошло это ко мне мало того если бог меня создал должен рассуждать верующий человек я нахожусь сегодня мире значит у меня есть миссия значит он рассчитывать на меня более того его мир без меня неполноценен представляете как и какая огромная величина вот вот это мироощущение но как бы совсем другое это лекарство депрессии от одиночества потому что в какой бы ситуации где бы ты не находился у тебя есть миссия и вот когда мы читали вот в таком предвестии тора судьбе еврейского народа там такие слова есть и постигнут его многие беды и тревоги и скажет он в тот день не потому лишь что бога нет со мной постигли меня эти беды обратили внимание вначале были беды и тревоги да а потом только беды о чем это беды это сами события беды трагедии несчастья это гости нашего мира ни одному человеку не удалось прожить безоблачную жизнь поэтому мы делим все события на плохие хорошие на радостные на горестны вот но слишком близки вот этот горизонт он скрывает от нас перспективу мы не видим конечное благо во всем что случается с нами и не можем принять вот эту знаменитую классическую самую правильную еврейскую истину все к лучшему а вот тревоги это уже не столько сами тяготы жизни сколько их преломления в нашем восприятии это всякие душевные муки метания депрессия когда все видится мрачном свете вот это зависит от нас царот тревоги царот они как бы сопутствуют одно с другим беды и несчастья они нас начинают тревожить там печали от отбивают вкус жизни когда у человека нет веры в бога его высшую правду в том что все справедливо он страдает не только от сами горести но еще от своего отношения к ним он не может поставить такую логическую цепь жизненные события не видит перспективы ему кажется что умеется и произвол царит жестокость впереди тупик и так далее царь давид 23-м псалме знаменитом переживший человек очень много горести он говорит такие слова даже если буду проходить ущельем могильной тьме не устрашусь лайба ты со мной о чем здесь разговор дело в том что мы должны видеть что ничего случайного нет что все что происходит с нами это та цепочка событий которая подготовлена нам сверху для того чтобы ну как бы поставить нам выше бал чтобы мы могли пройти вот те испытание которые у нас есть самом лучшем видео мы должны понимать что случайности нет случайность остааму олегse что происходят с нами запланировано мы не можем влиять на то что с вами происходит но мы можем влиять на свою реакцию на это все вот этой реакции бог от нас ждет потому что события дает он на реакцию и вот сейчас перед ручthrough на проанализируем 생각을 насколько понять что в первую очередь Надо менять свою реакцию. И тогда изменятся события. Брахава Аслаха, хорошего нам недели.